Всем привет! Мои хорошие, с вами Светлана. Начинаем новый влог. Будем тестировать с вами новинки третьего каталога Фоберлика. Начнем с шампуня, с пасты, ну и патчи, и средства для ванны. У меня Ксюшка вчера мыла голову шампунем с лотосом розовым. Давайте мы с вами попробуем. Иланка-ланка, что ли? Вот этот вот желтенький, артикул 1325. А после я тоже воспользовалась вчера уже перед сном, но пока не пойму какие-то двоякие ощущения. Сейчас еще раз попробую, тогда в первые впечатления расскажу. 2847. Там действительно манго и мята. Кто не любит мяту, не зайдет. Еще она почему-то мне вчера давала какое-то горькое послевкусие. Вот сейчас освежу свое ощущение. Так, и средства для ванны ума у нас с вами. Артикул 305.19. Буду как раз пробовать чистить ванну вот вместе с перчатками желтыми, которые тоже были в заказе. Так, ну патчи у нас, артикул не скажу, потому что банку уже выкинула ванну и к Миркл. Они идут по хорошей цене, но в банке нет артикула. И они очень интересные. Мы с вами уже в обзоре заказы разбирали, да, по форме. Так, ну все, поехали. Пока шампунь, патчи. Они вот такие интересные, смотрите. То есть вот это вот пластик. Разделенный пластиком. Здесь есть лопаточка в комплекте. И они узкие очень, не как обычные патчи. И на одном конце у нас с вами звездочка. Сыворотки здесь много. Вот такая вот звездочка на одном конце. Очень интересно. Сейчас будем одевать. Ну что, девчонки, вот так они выглядят. Сейчас почитала про них. Незаметно на лице. То есть мужа, детей не испугайте, типа с такими патчами. Вот такие вот они тоненькие. Не тоненькие, они плотные достаточно геля. Много гидрогеля. А сами по себе вот полосочка тоненькая. Звезда уходит вот сюда к виску. Так нарисована. Ну, звездой во внутреннюю неудобно. Быстро очень, кстати, в сыворотка впитывается. Там много экстрактов разных. Много водорослей. Много водорослей. Много экстрактов. Есть кофеин. Написано, что от темных кругов под глазами, от мимических морщинок и прочие следы усталости тоже должны снимать. Посмотрим. 15 минут в день и вы сияете. Страна, производитель, написано Китай. Так, по шампуню. По шампуню что-то я пока не поняла. Волосы промывает не очень. Видимо, может быть, правда, в составе есть какие-то ухаживающие компоненты. Они же заявлены как два в одном. Шампунь, бальзам. Такие вещи вообще не люблю. Но потестим. Быстро используем с Ксюшкой. И на ее длинные волосы вообще там много уходит за раз. Поэтому два раза промывала. То есть два раза набирала шампунь, промывала, промывала с двух раз. Не до скрипа. Вот мне в этом плане гораздо больше понравились шампунь из крапивы и алоэ. А душка на волосах становится чуть поярче. Из флакона она звучит так как-то деликатно. На волосах раскрывается. Есть такой момент. И что? И посмотрю потом на сухих волосах. По зуду будет ли зуд? Потому что у меня от некоторых шампуньев и берликон бывает. В основном это линии эксперта. Других пока не было вроде. Посмотрю. И тогда уже вот этот момент озвучу в обзоре каталога. Потому что несколько раз попользоваться не всегда. С первого раза бывает. Что еще хотела сказать? По белью. Вечером тогда с вами маску Green Karma потестируем и остальные вещи. По белью. Бюстгальтер и трусики, которые я взяла в новинках. Что хочу сказать. В принципе трусики можно было и Эльку. На мой 52, наверное, сейчас 54. 52-54 размер зимой. Вот. Они действительно с утяжкой. Но Элька, я боюсь, было бы, вот знаете, бока вываливались там и так далее. Свисало бы некрасиво все. А вот в Excel-ке нормально. В Excel-ке нормально. Есть утяжечка. Есть утяжечка. Хорошие утяжки. Они высокие прям, слушайте. Они прям высокие и высокие. Я хочу теперь взять обычные трусики. Не с завышенной талии обычной. Посмотреть, как они. Потому что эти прям, они очень высокие. Не до талии. Прям вот до талии вообще такие. Высокая посадка. Но смотрится красиво очень. Все здорово. Все замечательно. Хорошо сидят. Я думала, они будут с животика скатываться. У кого есть животик, да? Понимаете, о чем я говорю? Нет, кстати. Вот если предыдущие, которые мы с вами брали тоже с утяжкой. Помните? Такие они эластичные очень. Элечку тогда еще брали с вами. Они скатываются иногда. Эти пока нет. Вот пока нет. Все отлично. Я думала, будет этот момент. Но нет. Все хорошо. По бюстгальтеру все-таки мой размер Фаберлик, он, девчонки, 90Б. Я сейчас в нем, сейчас объясню, почему, что и зачем. 90Б, потому что у меня большой обхват, а объем груди маленький. Но 90Б нет Фаберлик. Я искала в свое время, нашла несколько моделек, но они неудачные, не нравятся. 90Б в принципе в новом белье нет. Есть 90С, есть 85С этот размер тоже, как бы, ну, более-менее не подходит. Но чашечка вот здесь вверху, балконет, да? Я про балконет сейчас вам рассказываю. То есть чашечка сама. Все отлично, все идеально, все хорошо. По размеру груди. Очень красивый, очень красиво делает декольте. Вот здесь посередине разъем тот, что надо. То есть расположение чашечек, вот то, что надо. Прям все супер, отлично. Хорошо держит грудь в красивой форме, смотрится очень здорово. Но вверху вот здесь у меня топорщица. То есть у меня здесь пусто, в самом верху. То ли слишком высоко, то ли слишком много. У меня во многих бюстгалтерах Фаберлик так. То есть чашечка моя по размеру. Вот она моя, она прям моя. Все в этом плане отлично. Но верх чашечки, он постоянно топорщится. То есть он пустой и, соответственно, и визуально это некрасиво. Но так как 90Б Фаберлик нет, да, поэтому я немножко здесь сделаю. Знаю, как сделать красиво, чтобы было посимпатичнее. Сдавать не буду, потому что он мне очень нравится. Он здорово держит грудь, смотрится красиво. Все здорово. Потрясающе сидит. Я, кстати, попробовала без брютелек. Тоже здорово. Если бы вот этот вот верх, вот он не топорщился. Его здесь много. Здесь нужно делать поменьше. Однозначно. Мне кажется, даже если размер самой груди побольше, все равно будет опорщиться. Вот почему-то бюстгалтеров и берлик этим косячит. Поэтому заказывайте на пункты выдачи. Берите несколько размеров, несколько моделей. Хоть 20, хоть 30 штук. Не оплачивайте заказ. Приходите, все меряете, подбираете, смотрите и оставляете то, что вам подходит. Потому что на самом деле тяжело фаберлик подобрать белье. Разные модели различаются по размерам. По размерной сетке фаберлик у меня 90Б. Но нет такого размера фаберлик. Поэтому вот верх чашечки, он топорщится. Это некрасиво, естественно. Я переделаю, будет все отлично. А в целом бюстгалтер обалденный. На большой груди будет смотреться шикарно. Грудь приподнимает. Приподнимает достаточно высоко. Форму красивую держит. В общем, в этом плане он мне очень понравился. Поэтому, естественно, сдавать я его не буду. По поводу пасты. Пока не пойму, тоже вечером посмотрю. Вроде как очищает. И тут не горчинка. Тут, знаете, очень странный. Но чуть-чуть горчинка, да, остается привкус. Сначала идет прям манго-манго. Прям все отлично, все здорово. А потом вот какие-то экстракты, как травяные какие-то. Что-то такое. И мята. И есть какая-то небольшая горчинка. А потом послевкусие от этой пасты. Но в целом, вот сейчас почистила эмаль, очистила. Все хорошо вроде. Но все равно вот как-то вот, допустим, пасты консли мне лучше очищают эмаль. Как-то вот до такой степени гладкие зубки, как после этого. Она заявлена как защита от кариеса. И в то же время там в составе написаны какие-то ранозаживляющие компоненты. Поэтому полезно и для десен. Вот так вот Фейберлик заявляет. А там не знаю, у меня с деснами проблем нет. Поэтому проверить в этом плане не могу. Что будем делать? Сейчас мы будем чистить ванну. Но я хочу на ванне еще попробовать и на раковине. Посмотреть, как будет работать это новое средство Ума. Давно ее не чистила. Есть налет. Потому что на ванне ванну только недавно чистила. Там непонятно. Но все равно в каких-то местах есть налет. Я посмотрю, справляться будет или нет. Мы будем делать это вот этой перчаткой. Одну беру. Немножко поливаем. И вот этой перчаткой распределяем. Распределяется равномерно. Заодно можно немножко потереть в каких-то проблемных местах. В общем, я хочу попробовать вот так. Так, что мы с вами делаем? Берем средство 305.19 для ванной и детской комнаты, которая тоже обеззараживает. Я прям вот так вот, смотрите, заливаю. По всей ванной. Не очень, конечно, видно. Вам нужно снимать дело неблагодарно. Хотя вроде и со вспышкой. И вот так перчаткой, смотрите, мы его разносим. Очень, кстати, удобный способ. Вот, спасибо моей. Ай, Танюшке. Вот так по всей ванной разносим. Кстати, есть вот легкий аромат, как у всей Сириума. Но химозности никакой не чувствую. Вот тут у меня есть налет. Не знаю, видите ли вы, вид? И он большой. Вот таким вот образом. Очень удобно. Прям лайфхак. Я оставлю минут на 15. Так, теперь раковина. У меня здесь много налета. Вот тут какой-то потек образовался. Я прям не снимаю перчатки. Вот видите, от воды раковину давно не чистила. Ничем, никаким средством просто протирала. Давайте, смотрите, перчатка снимается. Вот он, наверное, рукой. Они такие толстые, большие. Тоже вот так вот прям наливаю. Так, убираю. И таким же образом. Смотрите, как здорово перчатка распределяется. Вот тут прям основная масса налета. Посмотрим. Интересно, если он заявлен для ванной комнаты, по идее, он должен с этим налетом справляться. Перчатки вообще сказка. Вот тут все штук со всех сторон. Экран. Очень удобно. Сама раковина. Вот этот потек. Как вот про компания отредка взяться. Так. Вот, отлично. Все тоже на 15 минут. Оставляю все это дело вот так. Так, перчатку сейчас тут сниму и потом посмотрим. Теперь давайте патчи снимать, смотреть, что там у нас получилось. Они такие тоненькие-тоненькие и сухие стали. Прямо истончились во время использования. Не знаю, еще к зеркалу подойду, посмотрю. У меня нет как бы выраженных проблем, но все равно мимические и так далее. По ощущениям, более упругая кожа. Вот более упругая. Я не могу сказать, что она прям супер как-то пупер напиталась. Мне еще хочется крем нанести. У меня тут под патчами просто тоненькая сыворотка. Но вот она упругая такая. Кстати, патчи вообще ничем не пахнут. Пойду в зеркало пляну. Слушайте, ну мне кажется, пошла посмотрела, а отеки немножко подспали. Вот их нет, в принципе. Хотя они были небольшие припухлости с утра, они были слегка. А сейчас я не вижу, как-то подспали. Как-то свежий более взгляд. Слушайте, мне пока нравится. Буду смотреть дальше, буду каждый день делать. Надо как-нибудь опухнуть как следует, чтобы проверить. А вот так, мне кажется, как-то посвежее взгляд стал. Здорово, отлично. Вот, кстати, средство Ома для чистки. Оно вот из флакона практически не имеет одушку. Но все равно она есть. Какая-то такая легкая одушка чистоты, как у всей этой серии. А вот сейчас нанесла на раковину и аромат на всю кухню. И никакой химозной удушающей нотки абсолютно нет. Он есть вот этот аромат вот чистоты. Но кто уже что-то успел во втором каталоге взять Ома, да, вот приблизительно такой. Потому что все-таки одушка есть. Небольшой такой ароматик приятный. Он присутствует вот прям на всей кухне. Прошло 15 минут, и ванна очень приятно пахнет. Вы знаете, какая-то цветочная душка, она ярко выражена. Теперь, перед тем, как смыть, мы еще раз везде вот так проходимся перчаточкой. Вот так. Потом сейчас смоем с вами и посмотрим, какой результат. Что хочу сказать. Вот тот налет, который был, может, вам чуть-чуть видно, он остался. То есть, это не тяжелая артиллерия, а артиллерия радует, что это безопасно. Но вот особенно, когда в доме, если есть малыш, купать мы его должны всегда в чистой ванночке, да, подойдет, все отлично. То есть, помыть как следует, подойдет, все супер, все замечательно. Вот какие-то сложные пятна нет. Ну, я на это и не рассчитывала, честно говоря. Здесь у нас средство для ванны Фоберлик очень хорошо справляется. Прям замечательно. У меня ванна чугунная, она еще советских времен, я ее менять не планирую, только чем-то покрыть, возможно, в будущем. Потому что фокус, потому что есть шероховатости, да. Но в целом очень хорошо, очень хорошо, приятный аромат, какие-то легкие загрязнения. Для такой вот ежедневной чистки, для чистки там через день, через два средства подойдет вполне себе. Плюс оно еще и обеззараживает, что тоже огромный плюс. Вот эти вот ионы серебра, или как они там, фокус правильно называются, да, плесни, там еще от чего-то тоже очень здорово. Так, пойдемте теперь на кухню. Вот тут уже я вижу блеск, но вижу вот эта моя полоска, она, по-моему, так и осталась. Она на месте, надо чем-то ее агрессивно удалить. Посмотрим дальше. Вот налет тоже вот тут вот был, нет, не убрала. Зато можно мыть игрушки, наверняка можно мыть полы. И сейчас мы с вами посмотрим, где едка там, а вообще в квартире. Средство, оно вроде как универсальное. Сейчас тоже вот так еще везде пройдусь. Кран, а кран хорошо, кстати, по-моему, на лед убрался. Нужно протирать, наверное, с ним мебель. Сейчас почитаю тогда. Неплохо, тоже такой вот для повседневной уборки. Вы знаете, я запала на аромат. Он вот при использовании раскрывается. То есть, видите, налет вот от воды, вот кое-где он остался, да. Можно чем-то было как бы и потереть и так далее, но он остался. То есть, для ежедневной уборки, знаете, освежить, шкафчики протереть. Аромат бомбезный. Вот сейчас на кухне и ванной прям такой, знаете, аромат чистоты и свежести. Мне очень это понравилось. Блеск есть как бы, но вот со сложными загрязнениями какими-то нет, конечно. Давайте посмотрим, для чего он бережно эффективно чает любые твердые моющиеся поверхности. Для уборки в детских комнатах мытья столов, стульчиков для кормления пластиковых частей, качалок, игрушек, поверхности ванны, детских ванночек для купания. То есть, для пластика хорошо, да, видите. Легко устраняет пыль, грязь, бытовые аллергены, засохшие пищевые загрязнения, мыльный и водный налет. Но водный налет, конечно, не очень, мы с вами посмотрели. Следы и разводы от травяных отваров обеспечивают гигиеническую чистоту поверхности, не оставляют пятен, дарят нежный гипоаллергенный аромат. Да, аромат вообще обалденный. Вот ради него, только вот для такой вот уборки, знаете, везде сходить, все протереться вот этим средством, буду брать. Аромат невероятно крутой, вообще супер. Бережно относится к коже рук, не требует дополнительного смывания. Ага, то есть мы можем нанести на тряпочку, все протереть и не смывать даже так, очень интересно. Без СЛС, фосфат, красители и так далее, и ионы серебра. Нам нужно развести, чтобы использовать, да, вот так вот для протирания ежедневного. Там 10-100 миллилитров, ну 10 миллилитров на 5-10 литров воды, ух, ничего себе. То есть расход совсем маленький, на литр воды у нас с вами 1 миллилитр. Чуть-чуть прям капнули на литр воды, развели, пошли все протирать. Аромат обалденный, свежесть, чистота, красота. Да, протереть полученным раствором загрязненную поверхность. То есть расход у нас прям минимальный. Повторного мытья чистой водой не требуется. Вот это тоже радует. Капнули немножечко в литровую емкость, да, с водичкой, развели, красота. Вот состав, кому интересно, можете на паузу нажать, почитать. Ну и теперь по поводу парфюма. Шанти, да, шанти, шанти. Здесь медитативный комплекс какой-то очень интересный. Носила вчера весь день, с утра до вечера. Что могу сказать, я сейчас на себя нанесла. Не могу сказать, что это прям домашний аромат. Вполне себе очень красиво подходит на улицу. Распыляла на куртку, на шапочку, на кожу, на водолазку. Сейчас пошла специально, понюхала вещи, да, день следующий, сутки прошли. Пахнет, если принюхаться, от вещей еще пахнет. На коже я с утра уже не ощущала. Но несколько часов, в принципе, как и вся парфюмерия Фаберлик, держится нормально. Опять же, зависит от теплоты или холодности вашей кожи. На каждой коже по-разному раскрывается аромат. Поэтому ярлыки на парфюме ставить не будем. Мне безумно нравится аромат. Мне нравится. Я уже вам говорила, не могу ничего описать. Вроде и чистота, вроде и зелень, вроде даже и на Ума похож. Вот этот вот, который для средств мытья, для мытья ванны и детских вещей. Даже какая-то нотка перекликается. Вот это, знаете, такая чистая, комфортная какая-то нотка. Вот здесь есть. Заметила вчера небольшой шлейф. Не шлейфит практически. Он каким есть, таким остается. Но почему-то вчера на улице, на морозе, мне отдавала легкой еще пудрой. Хотя я ее априори здесь не чувствую при нанесении аромата на себя и на одежду нет. А вот почему-то отдавала. Не знаю почему на улице так. Он не меняется. У него пирамида никак не раскрывается. Он не меняется. Он какой есть, в принципе, да, такой и есть. Он не играет как-то. Но, тем не менее, он мне нравится. И мне все равно, что у него нет шлейфа. И мне все равно, что он не меняется. Он мне нравится. Я буду с превеликим удовольствием пользоваться. Мне кажется, это второй будет флакон в жизни парфюмерии Фаберлик, который я доиспользую до конца. Первый был Офиерик и Мансуэли. Больше ни один флакон парфюмов Фаберлик я не использовала. Я их либо раздариваю, отдаю кому-то, да, кому нравится, девочки, забирайте все, пожалуйста. Либо они у меня стоят, и изредка я к ним возвращаюсь. Но до конца я использовала только Офиерик и Мансуэли. А этот, мне кажется, добью, да. Вот прям вот у меня к нему рука тянется. И давайте я вам покажу. Такой шухер полотенце сняла. Мальзамчики вот эти новые. У меня немножко внешний вид подпортила Крис, потому что надо было как-то ролик доснимать. А ребенок очень хотел маме нового внимания. Поэтому мы ей отдали поиграться. 408-37, это который вот этот самый яркий. У меня на губах татуаж, поэтому... Я его много раз уже повторяю, но все равно... Периодически возникают вопросы, что у вас на губах. У вас не будет так на губах, как у меня. Во-первых, они от природы, у всех разного цвета, да. Во-вторых, у меня татуаж. Поэтому у меня есть очень подробный ролик, где я сводчила все свои помады Фаберли, которые у меня есть в наличии, которыми я пользуюсь, на руке. Показывала при дневном, при искусственном освещении. Вот там можно ориентироваться. Так, смотрим. Вот он. Это у нас какая-то помадная душка, слегка цветочная. И сводч у нас с вами, я вам показывала, в обзоре каталога, он ягодный. Вот видите, какой яркий. Сразу губки яркие. По ухаживающим свойствам мне пока нравится все. У меня прям в прошлый раз разгладились моментально губки. Сейчас они тоже очень сухие. Ягодный оттенок, вот видите, яркий. И разглаживаются губки, разглаживаются. Вот чувствуешь, это прям, можно, видите, даже заехать. Хотя бальзам, пигментация достаточно сильная. Потом попозже другой посмотрим. Такой яркий, приятный оттеночек, хочу сказать. Нет никакой маслянистости, жирности на губах. То есть, в принципе, даже вид такой достаточно матовый. Они такие, знаете, тяжеловатые, питательные, густоватые. Вот есть фаберлик бальзамы, которые на губах тают. Это не такая песня. Это вот песня именно такого плотного продукта. Поэтому и нет вот этой жирности, вот этого излишнего блеска на губах. Вот это мне, кстати, очень нравится. Возможно, прямо у меня они будут в любимчиках. Посмотрим. Такой вот, знаете, бархатный, в то же время кремовый финиш. Но очень достойно смотрится на губах. Классно. Ну что, девчонки, по шампуням я уже еще раз успела помыть голову. Если честно, я не в восторге. Мне они не понравились. Мы их как-нибудь, конечно, домой. Но мне, знаете, во-первых, электризовались волосы. То есть был прям вот пух вокруг. Дотронешься руками и все. Вот этот момент мне понравился. И хотя мы с вами промывали два раза, первый раз на следующий день корни были жирные, волосы были грязные. Вот этот момент мне тоже не понравился. Поэтому нет, вот эти вот лимитки я, конечно, больше покупать не буду. В сто раз лучше. Крапива и алоэ. Вот в сто раз лучше. Так, у нас с вами осталась маска. И осталась у нас вот такая вот с вами сыворотка отбеливающая для зубов. 17.48 артикул. Здесь написано, что ее нужно после пасты на ночь наносить на зубки одну горошинку, втирая в эмаль и десна. И для наилучшего эффекта применять месяц. Поэтому я не думаю, что что-то произойдет. Но если произойдет, я это увижу. Почему? Потому что у меня вот эти четыре зуба верхних, передних, это виниры. Виниры отбелить невозможно. Они такие, какие есть. Они подбирались под цвет зубов. И они не отличаются от моих зубов. Поэтому если в целом зубы отбелятся, они будут отличаться от винир, я вам обязательно расскажу. Я думаю, это процесс не одного дня. Я постараюсь не забывать. Но постоянно на основе делать. Ну и посмотрим, вдруг чувствительность будет повышать тоже. Зачем нам такое надо? Уж лучше мы немножко с желтоватыми зубками будем ходить, но здоровыми. Так, и масочка у нас осталась с вами тканевая Green Karma. Артикуль 0045. Сейчас буду открывать и надевать. Посмотрим на лекало. Если такой же, как у всех тканевых масок Фаберлик, то это Фи. Будет мое им еще одно. Так, а что у нас обещают? Смягчает, тонизирует, глубоко увлажняет. Замедляет естественные процессы старения. Голос совсем сел. Возвращая к коже гладкость, упругость, эластичность. Питает, насыщает полезными микроэлементами. Мягко ухаживает за кожей. Результат с первого применения кожи. Гладкая, ухоженно-овлажненная. Для всех типов кожи, для жизненного применения. Интересно. Сейчас оттенем. Значит, поликал у девчонки. Оно гораздо лучше. Уже сразу могу сказать. Во-первых, другой материал. Более плотный. Прям вот плотный-плотный. Оно большое. Видите, на мое лицо вот как раз, но внизу и вверху многовато. На большое длинное лицо. Если у вас личико маленькое, вы обернетесь, как одеялом этой маской. Маленькая, худенькая, да? Вот. Что хорошо, есть прорези вот здесь. Вот здесь. Вот здесь. Вот тут. И также на другой стороне. Но. Даже с этими прорезями, вот они сделаны несуразно, получаются заломы. Тканевая маска, она должна лежать ровно. Я вот пытаюсь, пытаюсь, видите, все-таки золотую середину можно немножко найти. Вот тут уже нет. Точно нет. Приложить, чтобы не было заломов. В целом, лекала однозначно лучше. Вы помните, почему я не любила ту лекала? Тут тоже есть вот эта полоса. Посмотрим, останется она на коже или нет. Обычные самые дешевые маски из масс-маркета достаешь. И нет вот этих вот полосок. Да, она там сложенная. Но почему так заламывается ткань? Что за состав маски у этой? Я не могу понять. Вот у Фаберлик у всех так тканевых масок. Потом, когда я снимаю, не после всех, после некоторых, не после всех, обобщать не буду. Мне некоторые понравились. Даже мы с вами тестировали из последних. Снимаешь маску с лица, этот залом остается на лице, отпечатывается от маски. Вот опять здесь этот залом, очень ярко выраженный посередине. Посмотрим, когда будет все. О, как у меня века вылезает. Я стараюсь все поплотнее. Вот тут залом, вот он, видите, проходит. Но лекала лучше, лекала лучше, и ткань сама поплотнее, это однозначно. Все, уходим. Что, девочки, снимаем? Она, кстати, очень быстро высохла. И прям такая вот стала вот на лице, не держится уже. Давайте смотреть. Я пока не пойму. Заломы остались на лице. Да, видите? Вот сделать такую маску, да, и куда-то выйти, то есть невозможно. Она уже не подходит. Вот меня это так раздражает, зато брови встали как будто ламинированные. Ой, не могу. Видите, какая полоса? И с этой стороны тоже самое. Но канал будут. Да, вот полоса, где был еще залом от маски. Короче, новые морщины как будто добавляются. Да вот я это терпеть не могу. Вот только у Фаберлик так. У меня ни одного производителя не было. С тканевыми масками я с их не подружусь никогда, наверное. Да, но лицо расправится, конечно, но это сильный, очень сильный залом. Очень сильный залом кожи. Мне новую морщину образовывает маска, которая должна разглаживать и питать. По факту практически нелипкое лицо, чувствуется сыворотка, но такая комфортная. Лицо действительно увлажненное, лицо гладенькое, напитанное. Вот здесь вот чуть-чуть осталось и немножко на лбу. А так вот здесь уже все впиталось, все, что было, и на носу в том числе. Не буду ничего больше наночное носить. Посмотрим. Ну так вроде неплохо. Поры только вот расширенные, вижу еще в зеркале. Вроде вот по эффекту, знаете, неплохо. Вот неплохо. Вот стоило бы она рублей 50, я, может быть, и брала бы их почаще. Но опять же, вот этот залом. Вот если они так все сложены, на этом месте, если маску такую делать часто, постоянно будет залом. Что образуется в итоге? Хрен знает что. Вот почему так? Я не понимаю вообще. Волоса вообще капец. Вот только от Фаберлик. И что, ее доставать? Утюгом кладить, чтобы вот нормально на лицо приложить? Я не понимаю. По факту очень хорошенько, ухоженная личка, мягенькая, все супер. Вот прям нравится. Нравится хорошо, здорово. Но я не буду ее больше брать. Из-за этого только залом. Вот так, мои хорошие. На этой ноте ролик буду заканчивать. Все отзывы свои дополню обязательно в обзоре каталога. Подробненько расскажу, если что-то изменится, какое-то впечатление или еще что-то. И заодно вот про эту недельку у меня есть ночная сыворотка для отбеливания зубов. Может тоже что-то появится. Все расскажу. Ссылка для регистрации всегда под видео. Проходите, регистрируйтесь. Будем общаться, буду вам помогать. Компания крутая. Ассортимент богатый. Для себя всегда можно что-то найти. Всех люблю, целую, всем пока-пока.